Всем привет! Итак, приземление на палубу корабля сделано. Теперь нам понадобится сделать анимацию лица разговора, губ. Так, с чего начать, где взять информацию? Давайте вбиваем в Яндекс.Поисковик вот такую вот фразу. Итак, вбиваем в поисковике положение губ при разных звуках. Здесь вот информация, как выглядит рот при тех или иных буквах, фразах. Можете вбить именно русские буквы по русским словам. Посмотреть, все это здесь очень много всего. Теперь встает вопрос, а как рассчитать именно покадровку фраз, допустим, сказанных персонажем? Здесь поможет нам именно в Яндекс.Хрономер. Здесь он поможет нам рассчитать все это дело. Вбиваем в Яндекс.Хрономер нашу именно реплику, которую должен сказать персонаж. Давайте попроще. Допустим, мать твою, где я? Это у нас получается 2 секунды. Вот давайте, мать твою, где я? Нет, нигде я. Это понятно. Давайте вот попал. Это тоже 2 секунды. 2 секунды это у нас получается 50 кадров. Находим, заходим в Блендер, находим нашего персонажа, именно Круза. И поменяем, давайте немножко ему косточки, поставляем здесь вот в Риге, чтобы можно было губами вот этой части управлять. По-простому, опять же, есть сложный Риг. Выложу ссылку в описании на ролик с канала Конспекта. Посмотрите, кому интересно. Так же, настройка вот этих век костей я тоже выложу ролик. Все это дело вы посмотрите. Но нужно рассмотреть именно вот этот таймлайн по словам. Заходим, выбираем косточки. Заходим в Edit Mode. И нам нужно добавить несколько костей. Выбираем любую косточку. Единица на ампаде Shift D копируем. Подтягиваем ее именно к части вот этой, где должен будет растягиваться рот. Так, я сейчас включу Random. Делаем S косточки, G, перетаскиваем ее на край вот этой части, где, как же ее называют, ну, короче, на середину вот этой вот рта. Делаем R перекрутку, G поднимаем и подставляем ее, так вот, нижнюю часть выделяем G. Вот здесь вот находим вот эту точку. Так, теперь нам нужно вот этот край, вот эту верх кости поставить повыше к губе вот сюда. Так, это значит G, чтобы можно было ей нормально управлять. Вот сюда. Выбираем косточку, тройка на ампаде и привяжем к верхней вот этой части, к верхней косточке вот этой челюсти. Верхней челюсти Ctrl P, Keep Offset. Ну, так как я ее брал именно с челюсти, это вот челюстная вот эта кость. Она уже привязана к этой кости. Так, с этим делом разобрались. Теперь нам понадобится еще вот эта косточка Shift D. Копируем, вытягиваем ее вперед. Семерка на ампаде. Давайте R перекрутим ее, чтобы она заняла больше поверхности именно передней части губы. Верхней губы S делаем ее чуть поменьше. Так, тройка на ампаде и подтянем ее вот к этой части поближе. Так, все. Она тоже должна быть привязана к верхней косточке вот этой верхней челюсти. Теперь делаем Shift D и копируем ее на низ. Единица на ампаде. Смотрим, как она тут легла. Чуть-чуть на F перекрутить. Не принципиально, потому что она и так будет тянуть вот эту часть. Так, есть такое дело. Тройка на ампаде. Поближе поставим G. И привяжем теперь к нижней челюсти. Ctrl P. Keep all set. Это уже у нас есть. Так, теперь вот эту косточку делаем Shift D. Щелчок левой кнопкой мыши. Правая кнопка мыши. Mirror X Global. И подставляем на эту сторону. Так, смотрим, как она тут легла. Давайте чуть-чуть еще G поближе. Так, а эта косточка. Так, и эту косточку тоже G поближе к губе. Чтобы у нас получилось все вот таким вот образом. Ну, вот этого, в принципе, должно хватить. Вот этой части. Ну, рот у меня, вот вы видите, сделан полукругом. Значит, что еще сделаем? Тройка на ампаде. Давайте еще. Shift D. R. Перекрутим эту косточку. G. Вот сюда. Смотрим, что да как. G. Подтягиваем ее поближе. Сильно близко к этой косточке. Не надо подтягивать. И G. Опустим ее вот сюда. Так, тройка на ампаде. Вроде она попала. Эту косточку. Теперь мы давайте привяжем, ну, опять к этой кости. Ctrl P, T, Offset. Будет, конечно, неудобство. Будет. Нужно их все тут поправлять, потому что они не привязаны, не настроены к управляющим костям каким-то. Ну, для объяснения Shift D. Правая кнопка мыши. Например, X-Goal для понимания, как происходит вот эта вот анимация арта, я думаю, нам будет достаточно. Так, все это дело привязано. Ну, раз добавлены новые косточки, давайте теперь в Object Mode перевяжем вот этот, вот этого персонажа на кости Ctrl P, WID, автоматику. Сейчас дернется. Бэнс. Все привязалось. Все хорошо. Теперь выбираем только косточки и проверяем, чтобы у нас эти кости не потянули какую-то часть именно одежды. R. Вот вы видите, что потянуло. Ctrl Z. Давайте все это сразу решим. Так, заходим в Object Mode, выбираем кости, выбираем персонажа. Через Shift находим рисование весов. Через Shift выбираем косточку и смотрим, какая кость тянет у нас воротник. Так, Object Mode. Значит, выбираем кости и выбираем сам воротник. Делаем рисование веса. Вот он, нижняя кость челюсти тянет вот эту часть. Мы ее теперь зарисуем синим цветом. И все, тянуть она больше ничего не должна. Так, вот здесь тоже чуть-чуть. Не забываем каких-то деталей. Object Mode. Выбираем только кости. Выбираем Post Mode. Кройка на нампаде. Смотрим. Так, R. Ага, вот еще вот эту часть поправляем. Продолжение следует... Здесь нам нужно теперь красненьким подмазать. Вот так. Красный цвет это где должно не двигаться. Так, теперь через Shift выбираем вот эту кость. Смотрим. Вроде не должна ничего тянуть. Так, эта кость тоже отсутствует. Эта кость... Ну, вроде бы все нормально. Здесь теперь... А вот еще. Выбираем опять кости и заходим в Post Mode. Только на нампаде подготовка. Занимает, конечно, время. Ну, все это нормально. Так, R. Все, голова ничего не тянет. Все нормально. Ctrl Z. Итак, вытаскиваем таймлайн. Нам понадобится, как посчитали мы, 50 кадров. Это будет по 25 кадров. Это получается 2 секунды. Ставим 50. Растягиваем. И вот в эти кадры 5, 10, 15, 20, 25 и так далее должны уместиться наши все слова. На первом кадре нам нужно поставить вот эту вот всю анимацию в нейтральное положение. Так, это и есть такое дело. Так, смотрим, что получилось. Это если мы G будем двигать вот эту часть, то у нас двигается вот верхняя губа. Ctrl Z. Ну, нормально, перехрестия хорошо тут сошлись. В принципе, это хорошо. Так, что у нас тут? Нам нужно вот эту переднюю губу, тройка на ампаде, вытянуть чуть-чуть вперед, перекрыть зубы. Смотрим, помогло ли это. В принципе, помогло. Полностью закрывать не буду. Пускай будет вот так. Прописываем анимацию A и LockRod. Это будет нейтральное, типа он только приземлился. На пятом кадре нам нужно вот слово «мать» на двух, на пятом и десятом кадре поделить пополам «ма» и «те». Смотрим, как это будет выглядеть. «Ма» – это значит рот открытый почти овал. Открываем рот. Так, это многовато. Можно побольше сделать вот так вот. Рот. Но это будет, наверное, некрасиво, да? Так, что тут получается? Р. Ну вот. Давайте, да, вот так вот сделаем. Побольше. Ну, посмеяться, чтобы. И поднимем вот эти вот глаза. Так, так. Тройка на нампаде R. Смотрим, насколько у него получилось удивление. Вот. Зубов, кстати, вот, ну, по идее, видно не должно быть. Ну, так как у нас нереальный человек, просто можно отжить, и челюсть открыта очень сильно, то зубы по-любому будут видны. Ну, можно вот так чуть-чуть подкорректировать. Так. Ширину рта. Давайте скорректируем ширину рта. Выберем вот эти косточки. И, значит, G. Вот сюда их. Потому что рот, когда открывается, он становится уже. Вот так. Во. Смотрим, чтобы у нас передняя вот эта часть гадко не выглядела. Вот эти косточки должны чуть-чуть к челюсти прижаться. Во. Прописываем А и лок-рот. Смотрим, что у нас получается. А. Это значит МА. МА. Рот открыт. На десятом кадре. ТИ. ТИ. У нас должно быть что? Видны верхние, верхние зубы. Да. Так. У нас должны быть видны верхние зубы. Челюсть нижняя прикрыта. Это значит вот эта губа G вверх. Вот эти части две косточки. Вот эти косточки. G. А, пардоните. Ctrl Z. Теперь надо их вот эти вытянуть. А, Цепанула и та кость. Вот эти косточки. G. Вытягиваем сюда. А эти косточки вот-вот сюда. Так. Эти кости G назад. И вот эти косточки G вот сюда вытягиваем. Так. Теперь вот эту кость и вот эту тройка надо на нам падить. G чуть-чуть вверх поднимаем и да, вот так. Во. А, и локрот. Смотрим, что получилось. Вот такое положение рта. Вот здесь сейчас я еще подкорректирую. Опять же, повторюсь, это происходит почему? Потому что нет управляющей кости, которая, ну, одна крутится и за собой ведет вот эти все кости. А, и локрот. Это все мелочи. вот вот теперь прикольно. Видите, оп. Так, что получилось? вот здесь уже надо глаза чуть-чуть прикрыть. Тройка на нам падить R. Так, тройка на нам падить еще, наверное, R. Тройка на нам падить еще R. Чуть-чуть вперед G. A. И локрот. Вот так все это дело происходит. Теперь вот это слово мать. На пятнадцатом делаем твою ТВ ТВО. Берем тогда слово ТВО Ю будет отдельно. она протяжная будет. три буквы это ТВО. Вытягиваем губы. Так, тройка на нам падить. Значит, теперь закрываем челюсть еще больше. Так, вот эти кости тоже через shift выбираем. локрот. Потому что они должны теперь уйти G вперед. Вот так. А вот эти две косточки, вот эти две G вытянутся. Одна должна G пойти вот сюда, одна к ней вот так. типа это многовато, чуть-чуть назад, как бы кверху. Во. И вот эти кости G и вот эти кости тоже G вперед сюда уходят. Смотрим, как это дело получилось. Так, G угу. Вот эту косточку так, вот эту еще ниже опускаем и вот эту кость тоже чуть-чуть еще ниже. Угу. Так. А. и локрот. Смотрим, что получилось. Так. А получилось, что не видно вытянутых губ. Вот этих значить G. Вот так. И вот эти части, вот эти части надо тоже так вот выбрать и вытянуть и вытянуть вперед. Вот. Угу. И получается G еще их наверно вперед. вот вот эту еще G. Так, что там у нас губ. И И вот . вот И вот вот . ну какая штука значит его кротлом переписываем и теперь на двадцатом кадре надо слово you букву you здесь я чуть-чуть ошибся пардонте вот эти значит должны тройка на нампаде g2 в натяжку должна быть вот эти джи вот эти тогда чуть ближе зубам так и вот эти какие кости тут так вот эти джи джи так что я не понял что я тут потянул за собой так контрол дэк контрол дэк вот что тройка на нампаде g я их приближал значит мне нужно их вот так вот оттянуть и вот эти тоже мне надо оттянуть вот так вот эти надо приблизить вот все правильно так все это дело делается вот так you мать твою мать твою мать твою мать твою все вот это вот часть вот значит джи вот эта губа поднимается поднимается джи а это чуть вниз уходит вот эти наверно чуть чуть приблизим джи но эти так и есть и вот вот смотрим что получилось губами персонаж шевелит открывает теперь слово попал надо по вытягиваются губы джи джи так еще вот эти наверно кости выбираем джи вперед вот так вот и вот вот по у нас будет состыковаться так вот этот двадцатый кадр будет по по ну а а а а а а а а а и л значит попал буква L у нас будет видна нижняя челюсть за счет того что мы сейчас опустим вот эти все косточки вот эту тройка на нападе не эти значит вот эта кость вот эта кость которая смотрит вниз вот это тройка на нападе g и так чуть отводим смотрим правильно ли отвелась эта кость так хочу этот не выпал то так G чуть-чуть приподнимаем а эту G опускаем в губу вот так вот ну и эту можно чуть-чуть перекрутить вот так и вот так я сюда опа это тоже опускаем чуть-чуть на я поближе его смотрим что получилось вот видно нижняя челюсть так здесь я меньше увел чем там это не порядок G и как бы вниз на его вот так чуть-чуть вниз это многовато пусть так лучше будет вот эту кость тоже чуть-чуть повыше и локрот ну вот вроде он говорит все нормально что нужно сделать значит первое это нейтралка у нас потом здесь пятый идет у нас вот попал здесь можно растянуть а мать это мать значит вытягиваем до 50 кадра все смотрим вот этот ставим G где-то на 16 распределяем так вот эти кадры G этот на на 12 так пятый на давайте на 6 на 7 потом на 14 и потом на 20 четвертый так вот это будет секунда это значит 16 это значит 8 8 8 16 и 8 4 5 6 пойдет так смотрим и вот эти кадры тоже надо установить и вот эти кадры тоже надо установить так правильно это будет седьмой это будет 7 7 14 7 это где-то вот тут и вот этот 30 будет 25 вот 4 кадра и эти 4 кадра тоже значит 30 ну пусть 34 будет да и вот тут 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 Нужно добавить еще моргание. Так, мать твою, вот попал, вон, все, работает, теперь значит, мать твою, так, мать твою, вот здесь вот моргание, добавляем только на восемнадцатом кадре, до этого кадра, выбираем веки, так, вот эти вот управляющие косточки, стройка на нампаде, значит, R, чуть-чуть, G вперед, угу, единица на нампаде, все, веки вроде закрыты, но чуть-чуть нужно их подкорректировать, не без этого, так, это не та кость, вот эта косточка идет сюда, эта косточка чуть-чуть пониже, и эту косточку тоже пониже, миль поныже, так, сюда тоже, оп, а вот эту кость чуть-чуть, чуть-чуть повыше, и, о, падает сгиб, а, и локрот, это будет у нас моргание, оно быстро происходит, вот так, и добавим еще моргание, так, куда еще и добавить, ну, вот сюда, наверное, по, по, л, на L надо-то добавлять, так, ну, давайте попробуем, на L будет она смотреться, так, R, G, так, еще, наверное, троица на нам пади, G, так, единица на нам пади, поправляем пару костей, так, и локрот, смотрим, о, нормально, так, вот на этом кадре, 45-м, косяк, нужно вот эти косточки, вот эти, так, G, чуть-чуть вдаль ввести, а, и локрот, и локрот, пятнадцатом, тоже косточки нужно увести, потому что я копировал этот кадр, так, вот сюда, тройка на нам пади, так-то прикольно, если делать с одной стороны, чуть поменьше, задрано, как бы, да, а с другой опущено, будет губа, и вроде как, должна смотреться сбоку, вообще прикольно, а, и локрот, ну, также добавляем, движение ушей, где-то, возможно, так, сейчас смотрим, так, на каком кадре, моргание, вот тут происходит, значит, нужно, чтобы глаза, глаза, не проскакивали, ну, не выглядывали, значит, еще чуть-чуть вперед, а, и локрот, так, тут, что у нас с костями, ну, здесь нормально глаза закрываются, глаз не просвечивается, вот, нормально, нормально, ну, заставить где-то, уши, наверное, вот, когда он моргает, давайте, чуть-чуть, уши вздернем, так, единица на аппаде, как бы, чуть-чуть их, G, а, и, вокруг, чтобы их было видно, подпрыгивает уши, он моргает, уши тоже, подпрыгивает, так, ну, и тут тоже, уши, давайте приподнимем, чтобы прикольно было, можно как-то тут, разные стороны сортировать, а, и, вокруг, оно, о, нормально, ну, и нос, давайте нос тоже добавим, значит, здесь, вот, где он, говорит, мать, так, чуть-чуть его, R, вытянем вверх, а, вот эти вот, ноздри, G, типа, вниз, за губами, а, и, около-то, ну-ка, о, вы видите, что нос дошевелился, уже прикольнее стало, во, класс, класс, ну, ну, и тут тоже, где-то, можно добавить, значит, вот, где он моргает, давайте, нос, чуть-чуть, G, верху, чуть-чуть, а, и, вокруг, и вот тут, где моргает, тоже, вот этот, нос, G, и, вот, а, ну-ка, вот, нормально уже, и так у нас получилось 2 секунды, вот такая вот часть разговора, так, получается, вот еще, конечно, тут есть косяки, потому что, ну, управление идет только косточками, вот здесь я тоже не подтянул, потому что не видно, но можно исправить это дело, так, G, вот так вот, да, и, локрот, и так вот, пока такая информация, вот такая проба, все, всем пока, до свидания.